700 человек 10 миллионов гривен с одного мероприятия выручка 400 тысяч долларов мне нужны деньги клиенты нужны сотрудники как вот начиналось где то все это взяла инвестиционный капиталов к групп был равен моей последней месячной зарплате как ты добиваешься эксклюзива от этих тренеров я сделала так это были закатанные рукава я уже готова по 300 долларов билет как ты продаешь его не в кассе живут на улице которая лучше всех продал то получает а сколько менеджеры по продажам зарабатывать самый лучший может заработать две три тысячи долларов две три тысячи долларов и может не заработать и 500 конверсия встреч 99,9 процентов покажи как ты гребешь деньги лопатой это не моя лопата у меня пошире люди которые думают и которые хотят получить новые инструменты для развития своего бизнеса они должны здесь быть как раз ты себе новую башечку ты купишь всем привет сегодня у нас очень интересный выпуск потому что буду я и будет еще одна женщина это женщина не ольга ермилова среди наших зрителей очень много людей которые занимаются организации мероприятий для вас как раз сегодняшний выпуск будет то что нужно потому что на самом деле вы откроете для себя такие интересные грани этой профессии что сами удивитесь большинство людей занимаются такими мероприятиями которые всех на виду ну например это свадьбы это какие-то большие конференции какие-то огромные такие мероприятия куда приглашают тони робинсов и других людей но оказывается в этой сфере есть такие интересные ниши невидимые ниши которых очень здорово можно работать и сегодня я вам расскажу об одной такой ниши и покажу этот кейс и приглашу девушку которая в этой нише стала лучшей поэтому смотрите до конца это будет очень интересный выпуск и 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 смотри очень серьезный вопрос идей к людям всегда приходит много да но вопрос всегда упирается во что например когда ты хочешь какой-то бизнес где взять ресурсы обычно говорят ну мне нужны деньги мне нужны там еще что-то клиенты нужны сотрудники как вот начиналось где ты все это взяла инвестиционный капиталов к групп был равен моей последней месячной зарплате 2000 долларов а то есть ты зарабатывала 2000 долларов я зарабатывала 2000 долларов в месяц да и это был мой инвестиционный капитал в проект плюс мой партнер тоже зашел с такой же суммой мы начинали вместе у тебя был партнер у меня был партнер да и за эти деньги мы смогли арендовать офис купить 4 компьютера и нанять двух менеджеров по продаже сама умеешь продавать зачем те люди были нужны на первом этапе офис люди могут продать больше а я сторонник того что в офисе все-таки в атмосфере в рабочей можно достичь большего я точно не фрилансер я плохо работаю дома по крайней мере на тот момент мне нужна была рабочая атмосфера и мы понимали что офис нам действительно необходим это был небольшой это было всего 20 квадратных метров и в нем мы создали наши первые проекты а дальше уже вопрос интеллекта и вопрос наверное того насколько ты веришь свою идею заходи к нам новый год скоро да у нас каждый день новый год но в принципе вот это наш офис которым работает основной бэк-офис у нас здесь работают четыре менеджера по продаже а бэк-офис а есть подразумевает что есть еще фронт офис но нас есть еще удаленные ребята которым не обязательно сидеть в офисе которым не обязательно работать full time с 9 до 6 это маркетинг это юрист это бухгалтер продажа и взаимодействие с клиентом сервис клиента и создание контента у нас происходит здесь очень функциональненько можно сразу тут курочку зажарить чай кофе капучино да собственно до сих пор люди которые приходят к нам в коллектив я задаю первый вопрос насколько ты веришь себя насколько ты веришь в тот продукт который мы делаем и насколько ты веришь в компанию в которой ты придешь работать вот смотри для того чтобы веришь в компанию в компанию прежде всего должен поверить клиент это b2b рынок там нужны кейсы там нужна долгая история там все это ценится это и вы пришли новая компания как групп которую никто не знает и вы идете продавать что-то корпоративное обучение в компанию большую они говорят где ваши кейсы как как вы начинали как первые продажи начинались первое мероприятие мы провели через два месяца с момента запуска самого проекта это был апрель это был ивент по продажам мы привезли трех британских экспертов у нас собралось 80 человек цена билета на мероприятие было около 300 долларов и для нас это был высший пилотаж потому что за первый проект мы отбили все расходы на гонорар мы отбили все расходы на локацию нас было три потока синхронного перевода то есть мы делали очень статусно очень пафосно и наверное за счет того что мы это спозиционировали сразу как бизнес мероприятие и мероприятие для топ менеджеров у нас это получилось как вы продавали ну по 300 долларов билет как ты продаешь его не в кассе живут на улице которая пошли сложным путем изначально мы пошли в корпоративный рынок это были встречи встреч было много встречалась я встречался мой партнер встречались два менеджера по продажам мы чтобы продать один билет чтобы продать один билет и рассказать идею проекта потому что до сих пор есть клиенты и они с нами эти клиенты которые пришли на наше первое мероприятие то есть как бы можно продавить первый билет это такой троянский конь когда ты продала билетик за 300 баксов а потом всю жизнь продаешь потом уже этим людям ты знаешь как у тони роббинса кто-то приезжает на мероприятие раскрой свой потенциал за 1000 евро а потом становится его клиентом за миллион долларов в личном коучинг то есть по сути вот это мероприятие как бы публичное это фронт-энд продукт первое попадание в воронку и продаж да но у нас event это 80 процентов объема нашего бизнеса 20 других это организация контента и помощь в контенте усиливание контента других организаторов или других компаний когда наша задача только привести спикеров мы находимся сейчас в рамадан кур киев в ивент холи именно здесь 28 ноября мы проведем наше главное событие это 28 ноября 2019 года это событие которое лично для нас к компании организаторов является ключевым и самым важным потому что в течение года мы делаем в основном формат один спикер одна тема а здесь мы даем более шире доступ к международным спикерами более глубже с точки зрения того что за один день мы даем возможность построить карту развития компании на следующий год на 2020 получая знание от мировых первоисточников концепции и диалоги global inspiring форума она заложена в концепцию 5g то есть 5g это в целом это скорость развития бизнеса динамикой 5g да это что-то ассоциируется с чем-то совсем новым то чего еще ни у кого нет инновационным динамичным с креативным и с тем что пора что-то делать по-другому так как мы всегда делаем мероприятия наполненные смыслами то и это не исключение концепция 5g она включает себя 5 спикеров у каждого спикера своя буква g начинается с келла норстром это шведский экономист автор книги бизнес-телефанк настольная книга иры хакомады черника он будет говорить о будущих трендах вся где хакомада где черняк но это не про меня я чуть-чуть другой я про глубину контента и про предметность экспертизы они все это так они для стадионов а я для них камерного нишевого ивента который здесь соберет думающий интеллектуальную элиту страны попсой не занимаюсь для этого есть другие игроки которые это делают качественно хорошо и у них это получается у меня получается делать другое и наверное это меня и отличает от других вот та история когда мы наш global inspiring форум намечтали на флипчарте вот он global inspiring 5g спикеров которых мы хотели очень крутая вещь доска желаний визуализация вот сколько раз мы соли дома эти делали на сто процентов всегда срабатывала я знаю о том что ты свои ниши корпоративного обучения являешься самый дорогой как тебе это удалось скажи потому что мы делаем продукт выше спроса тренингового рынка поэтому он и дороже люди поясни и делаем продукта же спроса то есть мы делаем нишевый как ты успел заметить нишевый продукт он не для всех нишевый продукт он уникален своей предметностью экспертизы глубиной контента и теми спикерами которые мы привозим к примеру кевин гаски лекси о porsche bmw lamborghini ты его не найдешь на ю тубе ты его не найдешь в инстаграме его можно услышать либо на каком-то чужом мероприятии либо если мы его привезем сюда ты собственно мне конкурировать не с кем другой игрок на рынке кевина гаскила не привезет а почему он не привезет ну во-первых потому что у меня есть эксклюзив с ним это первое во вторых это то что вот нас не отличает от других вот этот мне очень вопрос меня мучает очень сильно как ты добиваешься эксклюзива от этих тренеров понимаю конечно что ты можешь просто понравиться кому-то но у тебя же их много это же чем всем нравишься они все тебе говорят ален мы тебе вот даем эксклюзив всем цена там 100 тысяч долларов а для тебя будет там 10 тысяч долларов каким образом ты это делаешь это же самое главное были случаи когда и на харизме выезжали первое наше мероприятие три спикера гонорар трех спикеров стоил более 30 тысяч евро все три приехали к нам совокупно с гонораром в 5 тысяч евро ну это можно где-то на харизме выехать там ладно но когда ты строишь системный бизнес ты же не можешь рассчитывать все время что удается как-то проскочить на харизме нужно к это системная да вещь то есть системно получать от всех эксклюзивные условия а для того чтобы что-то получить надо что-то отдать наверное сначала да мы даем количество заказов в год а мы получаем им гарантируешь какое-то количество продаж мы гарантируем количество продаж мы гарантируем здесь продакшн продюсирование и популяризируем его имя его экспертизу мы пишем статьи мы пишем различные интервью мы даем возможность проведения персональных консультаций с топ-менеджерами или владельцами бизнеса вы его продвигаете на рынке украины где его еще никто не знал а здесь еще тоже два менеджера по продажам то есть у тебя рабочего места вообще нет у меня нет он мне не нужен уж и мне нравится я уже понял зачем это это для того чтобы грести деньги лопатой совершенно верно сразу вот правильный вид успешных продаж менеджера передающие знали кто лучше всех продал тут получает инструменты а сколько у тебя менеджеры по продажам зарабатывают очень по-разному зависит от того как продал ну примерно к макс самый лучший менеджер сколько может заработать самый лучший может заработать две три тысячи долларов две три тысячи долларов лучше может не заработать и 500 мы с такими быстро прощаемся потому что у меня же рентабельность проектов считается каким образом то есть естественно если ты планируешь из 300 билетов математику а например продал 200 я думаю ты понимаешь да где недополученная прибыль смотри фактически ты сначала спикера делаешь вот здесь никто не знает ты начинаешь его здесь продвигать как из экспертов какой-то узкой нише его начинают узнавать и после этого ты его начинаешь продавать в принципе да как в концертной деятельности происходит ты как бы берешь молодую звезду которая неизвестна и ты вот и же не дашь молодых звезд они же известны там у себя где-то но тем не менее в украинском рынке нужно доказывать значимость экспертизу этого спикера этого спина уже есть экспертиза есть кейсы то они и эти кейсы мы переводим транслируем их здесь показываем показываем клиентами тем самым даем не просто участие в мероприятии а даем ценность даем то что люди потом могут прийти у себя в компаниях и применить на практике и внедрить у себя на практике так и вот это мероприятие 28 ноября и ты там тоже будешь выступать да я там тоже буду выступать впервые выступала на global inspiring форум в прошлом году у себя мне понравилось я поняла что мне есть что сказать аудитории и аудитория это вдохновляет поэтому в этом году я буду рассказывать про цели как достигать цели легко и при этом получать удовольствие от пути к достижению у нас есть кейсы я к сожалению не могу назвать название компании но после одного из воркшопа по управлению изменениями они полностью по структуре ивента внедрили у себя в компании озвученные рекомендации они за год выросли в обороте в 10 раз в коллективе в 4 ну и таких очень много много примеров есть есть пример когда участник рынка послушал спикера футуролога который рассказывал про тренды тенденции развития мира глобально и после выступления этого спикера клиент принял решение с инвестором что они не строят завод в украине а тот капитал который у них есть они инвестируют построение дистрибьюторской сети на сегодняшний день товар этой компании представлен в 70 странах мира зал достаточно не маленький но и не огромный да это не дворец спорта это узко нишевое мероприятие для b2b рынка да то есть для компании и сколько тысяч человек умудряешься собрать на это мероприятие в этом году во всяком случае на этом планируете будет 700 человек и мы сейчас уже видим по прогнозам что мы за две недели до ивента закроем продажи то есть будет полный солдат то есть закрытие продаж осталось совсем чуть-чуть месяц я еще успею купить наверное слушай вот я увидел логотип с этим с гребешком кому-то на курочку похоже подожди это коротка королева передо мной королева ивентов конечно так где мы мы тогда находимся королевская спальня нет это не королевская спальня нет своего кабинета у меня есть переговорка я здесь работаю если мне нужно поработать с документами с файлами здесь встречаетесь здесь мы встречаемся до основное мое место взаимодействие с людьми с клиентами происходит out of the office мы были с Ольгой организаторами больших конференций тоже узконишевых для свадебного рынка я прекрасно понимаю как человек организатор таких мероприятий что мероприятие может проводиться с разными целями да ну например сегодня собрать мероприятие на 700 человек это ну достаточно сложно и это требует затрат там рекламных там затрат на спикеров и все эти люди стоят денег их привести стоит денег и так далее и зачастую бывает так что когда ты собираешь такое мероприятие то твои затраты зачастую либо вровень там с доходами да либо могут их перекрыть вот у тебя в чем суть организации этого мероприятия ты делаешь его чтобы заработать на нем денег или ты делаешь его чтобы что-то продать на этом мероприятии то ли для того чтобы пиар получить своей компании главная цель понятно что они все три где-то там пересекаются но главная твоя цель все-таки зачем у моего бизнеса вообще нет такой воронки что ивент продает что-то дальше ивента тоже самое если ты делаешь что-то уже должно зарабатывать зарабатывать данном случае глобал испарим форм он должен заработать больше чем зарабатывать 10 мероприятий в течение года то есть она тебе дает в целом всех трех целей получается достигаешь правильно на нем ты зарабатываешь на нем ты получаешь пиар своей компании потому что ты организатор я зашел на твой сайт и после этого меня фейсбуке преследует реклама этого мероприятия молодцы мы не ставим ставки на онлайн рекламу потому что у меня был кейс вдохновленная стадионами коллег я решила что я тоже могу я тоже хочу я буду собирать зал и кейс мне обошелся в 20 тысяч долларов с нулевой практически конверсия следов потому что с интернета снять лид который продаст билет за 12 15 гривен это крайне сложно расскажи мне какой-нибудь у 12 там думаю что будет полезно людям на чем сильно прокалывалась такие факапы где-то сильно деньги теряла у нас недавно был такой факап с мероприятием по креативности в бизнесе это как раз было после двух стадионов которые проходили в мае бизнес ну то есть это стадионы которые не ты проводил который не я правда это лоб там бизнес концентрат тебе тоже захотелось 8000 я тоже решила что я могу использовать их инструменты маркетинга и быстро привлечь аудиторию это было очень ошибочно я почему-то подумала что если они могут собирать то и я так могу и сейчас мои таргетологи все настроят а я могу собрать вещи в чемоданы улететь на сейшелы и вернулась поняла что деньги потрачены на сейшелах деньги потрачены на маркетинг деньги потрачены на трафик ты молодец ты все-таки взяла и уехала на сейшелы вот хотя бы побывала на сейшелах раз ты рассказала про сейшелы вот очень хорош хорошо мы перейдем плавно это все-таки ремесло или это можно сделать бизнесом когда ты живешь условно говоря на сейшелах да и здесь все без тебя крутится или ты должна лично все время вот участвовать и ты никак это смог не можешь масштабировать мне кажется что это очень навязанная история что сейчас рассказывать что можно улететь на бали бизнес будет работать я знаю очень много игроков которые уехали на бали и приехали здесь все развалилось через три четыре пять месяцев поэтому это какая-то иллюзия то есть если ты хочешь строить работающий бизнес и чтобы это была какая-то растущая история ты должен быть здесь на то есть мое свое мнение точно такое же да еще я должна приехать приезжать в офис вдохновляют мотивировать людей говорить о гг погнали вот лопата чья сегодня атрибут да я должна сама встречаться с клиентами снимать запрос рынка с пониманием того как планировать следующий год мероприятия какие ключевые тематики будут востребованы и что по оценке персонала выходит в топ для развития на следующий год я должна работать со спонсорами потому что только human to human привлекает спонсора но мое ключевое убеждение это то что без энергии собственника бизнес развиваться и масштабироваться не будет согласен полностью поэтому в какой-то момент пришли что наша модель human to human когда мы продаем в большие корпорации через отношения через доверие но ты попыталась ты хоть захотела ты что строила вороночку продать рекламу конечно да что все могут и я могу чем не отличаюсь от других сейчас мы нальем лидов сейчас мы им продадим лидов соберем а потом ты прозваниваешь этот лид он больше 500 гривен никогда не за что не платил когда ты понимаешь потом соотношение что в корпоративный рынок твой корпоративный клиент собственник например корпорации биосфера никогда в жизни не заполнит заявку на сайте для того чтобы зарегистрироваться на мое событие он зарегистрироваться только если позвоню я ему лично и скажу андрей обрати пожалуйста внимание на это событие я считаю что тебе и твоему управленческому составу нужно на нем быть лучше вот у меня вопрос правильный появился у меня самого волнует смотри тебе для того чтобы собрать сюда 700 человек нужны нужен прямой выход на людей которые принимают решение в больших компаниях и ты сказала лично ты им звонишь да откуда у тебя их личные телефоны на сегодняшний день не обязательно можно иметь личный телефон чтобы достучаться до кого-то это первое второе это на дождите на и нет 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 это первое как достучаться до людей я думаю это вы многих волнует меня тоже волнует как достучаться до людей принимающих решений чтобы не общаться с менеджерами которым вообще пофиг смотри почему я говорю что я про human to human наигравшись я по-другому это назвать не могу следами с конверсии с трафиком с воронками и поняв что это не моя стратегия и не мой способ привлечения клиентов я сделала так это были закатанные рукава я уже готова ладо я уже заехала в поля посмотреть человека которыми дружу в фейсбуке давно дружу но почему-то мы с ним там еще лично незнакомую я просто пишу привет слушаю нас с тобой уже столько лет здесь дружим надо как я тебе написал давай встретимся пообедаем пообщаемся давай следующему написал слушать ты давно к нам не приходил на мероприятия давай встретимся расскажу что у нас будет осенью третьего написала сушки мы там у кое-что интересное дело считаю что нужно встретиться рассказать конверсия встреч 99 и 9 процентов то есть смотри ты не открываешь сайт компании не ищешь там телефоны приемные и не пытаешься преодолеть секретаря ты просто в фейсбуке с человеком знакомишься сначала да ему отправляешь заявочку чтобы он тебя принял друзья да потом как достаточно там много уже накопившихся друзей там 5 тысяч друзей там тысяч 6 подписчиков и это все люди как с которыми я так или иначе пересекалась либо на своем мероприятии либо на чужом мероприятие какая-то история взаимодействия нас с ними есть с личное общение в социальных сетях сначала ты общаешься так там как переписываешься и потом вы встречаетесь лично и уже нас на встрече происходит самопродажа в результате встречи то есть без встреч продаж нет битуби но на сегодняшний день из 350 проданных билетов на форум 340 билетов это продажа через личные встречи либо мои либо команды то что приведено с онлайна это процента 3 в общей массе несколько наших наград последних на бизнес спикер эвоз мы получили две награды я единственная девушка которая получила награду лучший бизнес-организатор и единственная кто вышла дважды за наградой это лучший лучший power by dieva спикер который иностранный был привезен в украину и эту награду выиграл келл норстром который и будет открывать global inspiring форум давай прежде чем уже мы конкретным цифрам перейдем еще пару слов о мероприятии что-нибудь скажи я скажу что люди которые думают и которые хотят получить новые инструменты для развития своего бизнеса они должны здесь быть потому что за один день вы услышите авторов совокупно 10 бестселлеров которые точно вам расскажут о том что нужно сделать так чтобы выйти на новый уровень чтобы масштабировать свой бизнес и чтобы конечно же достигать большего к чему мы стремимся вот я все время когда встречаю такого человека понимаешь это очень успешный человек он продает всегда и везде понимаете вот навык продаж это вот не отнять до когда ты продаешь вот она неважно мы общаемся беседуем интервью дает она всегда продает перестань продавать это наши зрители не слушайте то что она сказала это была продажа не приходите не приходите все равно через две недели уже будет находите сейчас не приходите но я понял главный секрет это нужно завести первым делом такую лопату просто битуби когда приходите только побольше берите ты маленькую дела ален слушай а кто эти люди которые приходят вот на таких вот людей которых никто не знает для кого ты делаешь мероприятие для бизнеса аудитория это топ-менеджеры это владельцы среднего и крупного бизнеса но к примеру я могу сказать вот корпорации артериум идут составом 15 человек весь управленческий состав компания вода фон и вел идет весь совет директоров компания life селл идут 15 человек я уже хочу туда уже прицепно я хочу коррорация позе которая никогда ни на какие ивенты не ходит идут 20 человек вот кто аудитория моего форума уже не терпится услышать знаешь все таки сколько ты зарабатываешь я видел твою машину судя по машине так нормально зарабатываешь ты проводишь мероприятия закрытые открытые на чем строится твой бизнес есть какие-то я понимаю в любом бизнесе есть продукты которые все видят есть как которые никто не видит но на них зарабатывают больше всего давай колеси давай начнем с первого для меня групп это вообще единственный источник дохода на который я зарабатываю внутри компании есть два направления одно направление это открытые бизнес-мероприятия которые сегодня много с тобой уже говорили именно поэтому у меня задача каждый event делать прибыльным я не могу сделать event минусовым потому что у меня продукт как продукт уже должен генерировать деньги у меня дальше нет последующего кроссейла или апсейла и второе это привоз спикеров под задачи компании там где мы получаем агентскую комиссию за привлечение за поиск разве вот это вот этот открытое мероприятие она разве не продает дали дальше уже вот вот эти вот очень-очень косвенно ну то есть как бы я понимаю что прям на нем ты не продаешь но потом тебе нам же легче это правда вот например один из спикеров которые у меня будут на следующей неделе читать мастер-класс для 500 сотрудников банка он в украине с открытым воркшопом был два года назад семнадцатом году и только сейчас компания созрела пригласить его под свои задачи потому что в стратегии их компания сейчас стоит задача развития и усиления корпоративной культуры сначала понять что с корпоративной культурой то есть они живут два года назад увидели они услышали и сейчас вот они вы решили сейчас они его выбрали но при этом выбирая между тем где слышали у нас два года назад и другими экспертами кто знает как строить эффективную рабочую корпоративную структуру ален ну смотри ты назвала таких людей но с ними встретиться с такими людьми мечтают очень много там разных продавцов еще других людей кто не может до них достучаться и по сути получается что можно у тебя купить билет за 12 тысяч гривен я приду и я сразу всем этим людям начну раздавать там свои визитки но эти люди просто убегут и они больше никогда не придут тогда на твое мероприятие ставишь какие-то барьеры входа на твое мероприятие чтобы случайные люди не попадали вот прямо совсем критерия входа нет нету и как-то так исторически просто сложилось что на площадке нетворкинг у нас крайне искренний он настоящий он элегантный когда люди схожие по интересам они просто между собой общаются я за все шесть лет сколько мы делаем мероприятия не замечала такого что кто-то ходил и раздавал визитки и это крайне ужасно и потому что я не знаю кто может продать этот человек который будет раздавать визитки с какой целью он это делает запомнится или он думает что потом из 100 разданных визиток кто-то один к нему обратиться к счастью у нас такого нет я не знаю как это получилось может быть просто сама атмосфера мероприятия располагает так целью раздать визитки туда не приходится еще одно ключевое отличие да и может быть наше преимущество почему у нас нет залетных туристов потому что у нас достаточно высокая стоимость посещения данного мероприятия на данный момент посещение от 9000 гривен и вип-пакет до 45 это может себе позволить не каждый и человек который идет сюда он понимает зачем он идет не просто покупает билет на мероприятия он покупает гораздо цене и вещи которые может быть даже не сразу можно пощупать ну смотри давай а вот просто мы разложим одно мероприятие вот про который ты говорила до 700 человек 10 миллионов гривен с одного мероприятия выручка 400 тысяч долларов теперь куда уходят эти деньги они очень интересуют куда уходят 400 тысяч долларов xl бюджет мы сейчас узнаем все самые тайные тайны ну кстати я не знаю почему у тебя 10 у меня плановый показатель по бюджету это 8 миллионов собрать нужно почему потому что есть корпоративные скидки и мы изначально при формировании бюджета мы учитывая примерно я примерно а я тебе уже конкретно что ты же говорил что у тебя есть какие-то билеты которые там 45000 стоят гривен там вот от 10000 начинается да там и как бы я так прикинул что это хорошо 8 8 миллионов до 8 миллионов это 350 тысяч там 300 320 тысяч долларов сразу 80 тысяч долларов куда-то делать и на не надо скидки где отдавать 80 тысяч долларов на скидка на скидку иметь и совесть вы платите корпоративные забирайте скидка 2000 гривен а у тебя 80 тысяч долларов есть еще такое понятие как корпоративный тариф когда у тебя компания покупает пачками до сдаваться 30-40 билетов и ты обязан отличаться от хорошо 8 до 320 тысяч долларов ты ты тебе зашло спикером заплатила до 1150 120 тысяч осталось 200 тысяч из которых это будет 20 маркетинг я оплачиваю бигборды частично я оплачиваю частично рекламу на радио и я оплачиваю facebook instagram по полный youtube по полный там там по бартеру не договоришься или частично ты же сама говорила что все продажи идут поддерживать все равно то надо можно залить 40 процентов от бюджета да это будет тебе 120 тысяч долларов а можно дать там 15 процентов от бюджета мне даже 15 и нету то есть я даю 7 процентов от общего бюджета в маркете но это уже тем те люди которые там как с тобой соприкоснулись я зашел на сайт и дальше просто ремаркетинг показываем более того сейчас инструменты как бы фейсбука и ютуба позволяют взять твою клиентскую базу выгрузить на мобильные телефоны найма и так что по деньгах о деньгах о деньгах внутри 200 тысяч осталось минус 20 на маркетинг осталось 180 так минус 40 локации это питание это свет звук и операционные расходы на менеджер по продажам минус 40 еще это 140 осталось в принципе я так понимаю что как раз вот как раз ты себе новую башечку ты купишь что-то я думаю что будет больше чем то есть одно мероприятие больше чем новая башечка но мы работаем над ним полгода параллельно с другими мероприятиями потому что рынок увидел global inspiring форум только в сентябре а задача у программного директора начать работать над наполнением спикеров непонятно мы не считаем там комиссию там продавца есть сотрудники офис там твоя жизнедеятельность но в принципе задача на этом мероприятии стоит заработать полтора миллиона чистых денег что-то мало 60 тысяч долларов я по цифрам тебя смотрю говорю я чё думаю больше сотки хочу что ты дала советов несколько нашим зрителям мне самому интересно тем кто начинает свою деятельность b2b продавали там людям да там например цветы и возле метро и решили теперь продавать большим компаниям в чем особенность этого бизнеса такими крупными мазками и с чего нужно начинать этим людям которые решили идти в этот рынок b2b это всегда должна быть стратегия в долгу если ты хочешь работать с корпоративным рынком ты должен понимать что это не единоразовая акция один раз букет цветов продали второе ты должен понимать что развивать капитал отношений ты должен непрерывно то есть это не значит что ты должен пробежать 100 встреч сделать и ждать пока у тебя из 100 конверсия в 10 процентов перейдет в продаже то есть встречи выстраивание отношения с клиентами это должна быть постоянной постоянной нарастающей истории и ключевое нужно строить стратегию вокруг удержания клиента то что если ты уже завел клиента ты должен сдавать ему такой продукт чтобы он хотел к тебе вернуться а еще лучше чтобы он стал твоим адвокатом бренда и говорил о тебе сам и давал рекомендации своим партнерам и клиентам которые считают нужным покупать свой продукт у нас так работает мы можем позвонить любому нашему клиенту и спустя кому из ваших партнеров могло бы быть интересно более того у нас даже клиенты покупают билеты для своих партнеров и потом приглашают их на мероприятие но это вопрос времени это мы отстраивали не один год для того чтобы получить такое кредит доверия в общем быстрых денег не ждите правильно но зато они стабильные надежные понятно зато потом когда ты уже на выстроить отношения стабильно работаешь и стабильно продаешь давай смотри дадим приз от тебя я бы могла предложить если это человек будет из киева личную встречу если это кто-то из региона мы можем пообщаться в онлайн и я могу провести консультацию по поводу вашего бизнеса особенно если вы планируете в битуби направление особенно если вывенты особенно если вывенты и особенно если вам кажется что все делают главное событие года месяца и осени да и вы думаете как же на этом выделиться рынке как это получить давай тот кто аргументирует почему ему эта встреча важна и нужна за самый лучший комментарий доставим это возможно самые сильные аргументы почему человеку нужна твоя консультация я думаю что ты просто посмотришь эти аргументы и наверно тем кому это действительно нужно кому это принесет больше всего пользы ты выберешь он найдет правильные слова он найдет правильные слова да если вы хотите идти в битуби и определились что хотите работать с корпоративным клиентом я недавно переплыла бы спор спрыгивая в воду дала себе один инсайт алена если ты уже здесь не сын босфор поэтому если вы приняли решение идти в корпоративный сегмент не бойтесь действуйте и просто верьте в то что у вас получится мне кажется вот эта надпись она очень хорошо характеризует то чем мы финалимся в принципе спасибо тебе большое за эту встречу я думаю что вы получили очень много пользы я во всяком случае и получил и напишите в комментариях какие у вас были инсайты когда вы слушали алену то у них было много может быть я тоже их напишу ален спасибо тебе огромное вот здесь тебе пожалуйста перед вами вот пример пример девушки когда можно у нас в украине когда все уезжают куда-то на заработки собирать там грибы и ягоды в польше да можно просто-напросто здесь киеве зарабатывать себе делать бизнес и зарабатывать с одного ивента просто на новую бэху бэху вы видели да у нее там таких уже полно мероприятия она проводит постоянно вот так что берите пример пишите ваши инсайты а мы пойдем пожалуй как обычно со своей лопатой продолжать свой нелегкий тару